в рубрике элементарно так получилось у нас опять научный стендап это круто не можем этого не заметить у нас в гостях научный сотрудник институт химической биологии фундаментальной медицины саран даниил гладких доброе утро доброе утро доброе утро как дела замечательно даниил вы рюкзак снимаете когда в транспорт заходите снимаю меня очень раздражают люди которые так не делают я даже стараюсь всех поправлять спасибо за участие в нашем опросе но теперь к теме часа вообще-то данил еще очень интересная вещь мне рассказал зафиром он уж много ездить со своими лекциями где были расскажите по россии екатеринбург воронеж челябинск москва санкт-петербург барнау лично барнау совсем рядом поэтому даже не особо считают к себе к себе домой съездить вот и и самое экзотическое это в деле читал лекции индийской школе и все время это разные темы все время разные темы очень редко причем просят что-то такой конкретной темы за просто ну расскажите что-нибудь вот веселое и ты сидишь и придумаешь что бы такое а в индии еще надо было танцевать я бы с удовольствием но меня удивили индийские школьники которые в седьмом классе они выше мне на голову у них бороды усы вот это челма там все эти кости они все говорят сэр а вы на английском рассказывали да худо-бедно но на английском крутяк это же нужно мало то что про науку рассказать на английском еще и пошутить там чтобы всем интересно ладно вот такой отличный человек у нас в гостях и прямо сейчас мы начнем говорить с ним о генной терапии и медицине будущего чем занимается ваша лаборатория как она называется биолаборатория называется лаборатория биохимии нуклеиновых кислот что такое нуклеиновые кислоты терапевтический просто про медицину про медицину тучи нуклеиновые кислоты нуклеиновые кислоты они известны всем это днк и рнк наши друзья гизоксànрибонуклеиновое кислоты и гибонуклеиновое кислоты они в клетке выполняют функцию хранения countrymen в этом этом в качестве выступает днк Но РНК еще выполняет множество функций транспортную, часто в сборке белков. И давным-давно в нашей жизни существовало, был только мир РНК, так называемая гипотеза мира РНК. Потом уже появилась ДНК, молекула посложения, которая ответственна только за передачу информации. И выяснилось, что эти нуклеиновые кислоты, они выполняют, как уже я сказал, различные функции в клетке. И, соответственно, можно на различные эти функции в клетке повлиять с помощью вот таких же нуклеиновых кислот, искусственно созданных или природно найденных. То есть в лаборатории вы искусственно создаете нуклеиновые кислоты? Совместно с химиками, да, создаются различные оликонуклеотиды, это коротенькие такие фрагменты этих нуклеиновых кислот. Различной степени модифицируем, защищаем, чтобы они работали в организме, пытаемся придумать средства доставки, на что их направить. И вот из нескольких лабораторий работают совместно. Вот сейчас над чем работаете, в каком направлении, для чего вы пытаетесь создать кислоты? Если говорить конкретно, несколько у нас кластеров работы в лаборатории, но конкретно про нуклеиновые кислоты. Сейчас конкретно мы работаем с тем, чтобы принимать универсальные средства доставки на основе, в том числе, холестерина. Мы пытаемся соединить это с холестерином успешно, чтобы она лучше проникала в клетки и направить ее именно на раковые клетки, которые в организме. Это очень сложно сделать. Вы делаете курьера, чтобы лучше доставлялся один препарат в клетки, так? То есть это даже не лекарство, это просто помощник? Это помощник. С лекарством все достаточно просто, потому что мы знаем очень много мишеней химики. Научились буквально на раз-два синтезировать очень эффектные клетки, которые могут подавлять активность различных генов в клетке. И проблема с тем, чтобы это доставить. Вот мы как раз и работаем, мы такое промежуточное звено между химиками и медиками. Я, в частности, биолог. И мы пытаемся уже на живых организмах работать на мышах и лечить у них опухоли. Малые интерферирующие РНК. Что это такое? Вообще процесс РНК интерференции, что это? Ну, для начала, надо сказать, насколько они малые. Давайте. ДНК это такая гигантская-гигантская штука, в которых... Малые, гигантские, что? В которых тысячи генов РНК, она гораздо меньше по длине. А малоинтерферирующие РНК это буквально 20-25 нуклеотидов. Это элементарные буквки генетического кода, из которых все состоит. В ДНК у нас миллионы и миллионы этих букв, а малоинтерферирующие РНК это всего 20-25 букв. Ничего хорошего с таким количеством информации не сделать. Закодировать что-то полезное нельзя. Но они очень долгое время думали, что они совершенно бесполезны в клетке. Ну, в биологии всегда так как бы. А, природа сделала какую-то глупость. И вот миллионы лет она как бы у нас существует. Думали, ну вот есть они, есть какие-то мусорные кусочки в клетке. Не будем обращать на них внимания. Ну, потом выяснилось, что они играют очень важную роль. И с помощью этих малых интерферирующих РНК происходит процесс РНК-интерференции. Это у вас, наверное, в голове сразу возникает интерференция. Но это, наверное, что-то вот из области физики. Это вот как бросило камушек в воду, от него пошли круги по воде. Бросило рядом дугой камушек, от него тоже пошли круги. И вот когда эти люди сталкиваются, они интерферуются, а они гасят себя. И вот процесс РНК-интерференции как раз заключается в том, что вот это маленькое кусочек, за которым нельзя ничего полезного закодировать. Это даже не целый ген, это даже немалая часть этого гена. Это просто вот записулечка такая. И этой записулечки достаточно, чтобы прекратить работу целого большого-большого гена. Он нарушает производство белка. То есть у нас есть ген. Ген у нас реализуется только когда он по своему образу и подобию строит белок. Из белка состоимый все, он выполняет различные функции. Нет белка, нет производства гена, и получается ген молчит. В том числе, например, злокачественный ген. Ген МДР1, множественная лекарственная устойчивость. Благодаря чему, например, раковые клетки не реагируют практически на химиотерапию. Мы прокалываем человека клеткам, раковые включают все свои помпы. Она не дура, она максимально выбрасывает все это лекарство из себя. Мы отключаем этот ген, вся химиотерапия очень эффективно задерживается в клетке, и убивает ее, поэтому одна доза малоинтерферирующей РНК, процесс интерференции, выключаются эти гены, один курс химиотерапии, опухоль уменьшается в размерах. Вот так это работает. РНК работает только с белком, короче. Нарушает процесс синтеза белка. Она создана для белка? В природе она создана именно для этого, потому что это как бы не чисто придумка химиков, это природный механизм, который существует и у растений, и у животных, и у бактерий. Он связан именно с защитой от вирусов, потому что вирус по факту представляет из себя чужеродную РНК, которая проникает в клетку и начинает себя производить. Чтобы такого не возникало, вот этот процесс РНК-интерференции участвует в защите от вирусов. Кроме проколов, кроме борьбы с раковыми клетками, как ты сейчас используете? Что-то делаете с ней в своей лаборатории еще? На перспективу, нет? Ну, с помощью различных малых интерферирующих РНК можно выключать какие угодно гены временно. Например, для чего? Для, опять же, подавлять рост клеток. В различных функциях очень много болезней связано с тем, что продуцируются какие-то белки, которые не должны продуцироваться в норме. Или продуцируются, но они неправильные, поломанные. Это достаточно простой, эффективный способ, чтобы вылечить человека от этого заболевания, не касаясь, как бы, не изменяя, например, что сейчас у всех на слуху, крис-проказ про систему, чтобы не касаться его генотипа, не выключать, а вот просто такой именно терапии. Работает ли это в случае с эндокринной системой, с гормональными всякими процессами? Ну, в том числе. Да? Потому что, как бы, все ферменты – белки, но не все белки – ферменты. А давайте послушаем рекламу. А давайте. Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Саран Данил Гладких у нас в гостях. Мы тут стендапим по-научному и продолжаем тему генной терапии, медицины будущего. Данил занимается интерферирующими РНК. Что это такое? Мы уже обсудили такие записулечки, которые, казалось, сначала вовсе не важны, но на самом деле они могут блокировать работу определенных белков, которые плохо работают, плохо работают, злые белки. Ну, нет, как-то так, неправильно поняла. Ну, вы, вот лучше вас не сказать. Отлично. Им помогает блокировать разные злые опухоли в наших организмах. Ладно, я пытаюсь учиться, не ругайтесь. Какие успехи на сегодняшний день, какими успехами может похвастаться ваша лаборатория, вы лично и вообще новосибирская наука вот в этом направлении? Далеко мы рванули? Или нам догонять еще? Достаточно далеко рванули. Я даже скажу, что наш институт химической биологии и фундаментальной медицины, вот он был основан 1 апреля 1984 года. И это не шутка? И мы празднуем 1 апреля каждый год, не игнорируя дураков и математиков, потому что День математики. И, ух ты, я только сейчас подумал, что получается институт на год младше меня. Это прикольно, я в 83-м родился. Есть чем гордиться. И, собственно, Дмитрий Георгиевич Кнора основал этот наш институт как раз практически ради того, чтобы заниматься терапевтическими нуклеиновыми кислотами, олигонуклеотидами. У нас очень сильная школа отечественная вообще и Новосибирская в частности, и нашим институтом в этом вопросе. И вот уже с 1984 года мы только копим силы, все становится только лучше. Ну и множество патентов в лаборатории у нас работают над различными вопросами. Мы из таких значимых, что первое там в голову приходят, создали... Мы сделали такую нуклеиновую кислоту, которая невероятно долго функционирует в организме. Потому что сложность заключается в том, что, опять же, мы засовываем чужеродный кусок гена в организм, на нуклеиновую кислоту. Есть риск, что он не приживется. Есть риск, что его моментально, нашу защитную систему, организм раздербанит просто на части. И нужно таким образом умудриться как-то ее защитить, но при этом, чтобы она еще оставалась рабочей. А уже процесс доставки клетки, это отдельный просто разговор, потому что она заряжена отрицательно, клетка человека заряжена тоже отрицательная ее поверхность. Ну вот как два магнита, повернете другом, они друг от друга отталкиваются. Вот значит, что нужно, чтобы она была заряжена положительно. Если мы заряжаем ее положительно, то до клетки она все равно не дает, потому что, соответственно, она будет реагировать с другими молекулами, которые, в том числе, клетки иммунной системы, которые моментально ее денатурируют. И вот задача таким образом, чтобы она была как бы и положительно заряжена, и сразу отрицательно заряжена, и в нужный момент она меняла все свои конфигурации. Это мертво сложно. Это надо на радиоуправлении делать. Что-то, да, пытаются очень снаружи закрывать там различными другими молекулами, но при этом, чтобы остался маленький кусочек, куда химики присоединяет какой-нибудь якорек, который потом, проходимый эморак в опухоли, все-таки на нее среагирует и прицепится. Потом главное, чтобы она туда зашла, там, что называется, вполне мощный термин разделась, освободилась от всего этого, уже стало доступной. И при этом, чтобы когда она там стала доступной, ее еще внутренние системы, как бы, клетки тоже не порезали на части. Для этого мы разработали уникальную систему модификации именно вот этой химической молекулы. Все это запатентованно. Плюс ко всему, придумали же, как ее очень хитро соединять, на какой конец цеплять холестерин, на сколько линкеров углеродных молекул его присоединять. Потому что тоже сделаешь слишком большой, она будет моментально выводиться только почками, потому что какая-то гигантская молекула. Если это будет слишком маленькая, будет вербанить другие молекулы. Вот нужно вот подобрать вот такую прям тоненькую, тоненькую галушку. Да, ему подобрали. И таким образом существует уже, ну, просто налаженная система, как сделать так, чтобы это зашло в клетку. Система самонаведения у вас получилась. Система самонаведения, это вот, да, то, что называется в просто народе таргетность. Ну, это понятно. Да? Типа нет. Таргетность. Вот таргетная медицина, это медицина, которая может вот в таких мелких масштабах, да, сама ориентироваться в организме и бежать туда, куда надо бежать. Очень четко связывается, да, именно с конкретными либо там молекулами, либо уже даже если это касательно генной терапии, генной медицины, то прямо вот четко с конкретными генами. Я всегда, когда смотрю рекламу у каких-нибудь болеутоляющих, там все время говорят, что быстро проникают к источнику боли, там, блокируют его. Я все время думаю, как так, как таблетка может понимать, где у меня болит? Ведь есть такие обезболивающие, которые помогут тебе и от головы, и от живота, и от чего угодно, что у тебя болит. Вот действительно, как это происходит, вот это таргетность или нет? Или это другое? Ну, они действуют в общем на организм, да. А тут направленное действие. Да, ну, болевой синдром, это, в принципе, на роте тяжело его сделать таргетным, купировать конкретную боль в конкретном области, поэтому все обезболивающие препараты, они общего действия, по-другому пока никак. Но плюс, вообще, все те препараты, которые рекламируют по телевизору, это либо препараты, не являющиеся лекарствами, как правило, либо безрецептурные препараты, то есть, у тебя безрецептуры, ну, значит, вы сами можете купить его, выпить, там, вот, сколько доза какая есть, сколько вот попало, то есть, в плане их эффективности они вот должны, как бы, помогать, но не очень сильно вредить, потому что все четко, что лечит, не лечит именно причину, а не какую-нибудь следствию, например, болевой синдром, это все вам должен прописывать только врач, который знает, что вам писать, зачем вы писать, и вы его покупаете в библиотеке строго по рецепту. Вот, а все, что рекламируется, это как БАДы и зубная паста. Ну, а то, что сделали вы, таргетная медицина, вот, уже есть какие-то, да, препараты, которые можно приобрести или нет? Это ж, мы сделали пока большой шаг, потому что путь от идеи, вообще процесс РНК-инференции, вот, Нобелевский премьер, за него американцы получили в 2006 году, открыли, собственно, процесс, и первые статьи они появились в 98 году, да, вот сейчас 2018 год, мы уже можем с помощью этого процесса, с помощью препаратов, основных на свойствах РНК-инференции, на этом процессе уже лечить мышей от опухоли, которых мы сами ей заразили, но отдать человеку еще очень-очень далеко, в среднем путь лекарства, вот, именно вот идеи до таблетированной формы, когда пришли и купили по рецепту, в лучшем случае занимает лет 12-15, потому что пока вы пите с таки, пока вы начинаете работать с химиками, пока докажи всем, что это нормальная тема, да? Да, проходит несколько лет, потом вы начинаете работать в культуре плашек с клетками, не касаясь живого организма, и там все работает у вас замечательно, там одна из сотен ваших придумок, она работает на культуре клеток, вы отобрали из них 10, начинаете попытаться их применять на живой организм, не работает ни одна, потому что там происходят совершенно другие процессы, ну, то, о чем я говорил, да, отрицательно заряженные, например, положительно заряженные, все это уничтожается системой защиты, все это заработало у вас на животных, поэтому вы требуете разрешения на испытания на людях, три этапа, вам нужно набрать для этого очень большое количество денег, там, вот, для первого этапа испытания, там, порядка 300 тысяч долларов нужно, если вы работаете над каким-то специфическим лекарством, да, или у вас есть патент, то, что частные инвесторы этим не очень охотно заинтересуются, потому что патент принадлежит вам, институту, да, и по факту государству, вот, просто дать, так, вам денег, никто, скорее всего, не согласится. Да, дает государство, и должно давать государство, если это перспективный препарат. Дело в том, что еще частные, опять же, фармкомпании, всем известные, которые на слуху, они разрабатывают у нас, что у нас средства, например, от средств сосудистых, каких-нибудь заболеваний, от импотенции, что-нибудь, от гриб, от того, что уже и так есть, но просто они пытаются конкурировать. Потому что этим болеет каждый второй, каждый третий человек, если вы 15 лет потратите порядка 100 миллионов долларов, они у вас, в принципе, отобьются. Если вы пытаетесь лечить заболевание, которым болеет даже каждый десятый, это уже экономически невыгодно. Это задача, в первую очередь, государства, давать деньги на эти долгие-долгие длительные исследования. У нас осталось полминуты. Буквально, можете кратко перечислить опасности геномедицины? Кратко. Так, постараюсь кратко. Мысли должны быть сложные. Зрители, наверное, придется конспектировать. Как-то опасностей нет. Есть риски, но риски есть у всего. Например, как вы едете за рулем, всегда есть риск. Но сам способ передвижения на четырех колесах, на дизельном или бензиновом двигателе, он безопасен. Спасибо большое. У нас в гостях был научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Саран Даниил Бладких. Вы знаете, я все довольно понятно себе представила. Нет, да молодец. Ты прям... Я представила. На молекулах, на кружочках. Я так в голове представила. Спасибо. Спасибо, Даниил. Спасибо большое.